Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Garant Ремонт. И сегодня у нас будет обзор работы по мостику. Итак, друзья, все, что вы видите сейчас за моей спиной, оно не было так изначально. Когда мы пришли на данный проект, мостик был уже в непригодном состоянии. Нам пришлось полностью все демонтировать и отстроить заново. Первое, что мы сделали, ну, естественно, демонтаж. И под ним мы увидели основание из асбестовых труб. Трубы это были пустотелые, в которые мы залили бетон, установили туда арматуру, подрезали ее все по нужному уровню. И дальше было принято решение, вместо деревянного мы сварили металлический каркас. Вот какую-то часть из мостика, где мы заходим, мы использовали старую. Немножко ее отреставрировали. Вот, сварили полностью металлический каркас. И дальше мы выбирали материал, так сказать, для нашего пола. Изначально было принято решение, что это будет у нас лестнице. Но потом с заказчиком мы переиграли. И решили использовать доску ДПК из древесно-полимерного композита. Сразу забегаем наперед. У этой доски есть ряд преимуществ, так как она практически не подлежит климатическому воздействию. Ну и также мы увидели в ней ряд недостатков. Так как после монтажа, и хочу заметить, что мы это сделали качественно, она все равно под нашим весом как-то скрипит, скажем так, издает посторонние звуки, что мне бы не хотелось. И такого нет при использовании натуральных материалов. Смотри, вот видишь, вот когда отойдешь, вот когда мы передвигаемся по мостику, то слышны звуки, как под ногами, под нашим весом доска деформируется и скрипит. Итак, как я уже говорил, были асбестовые трубы, куда мы залили раствор, установили туда шпильки, на шпильки мы приварили наш металлический каркас, устелили композитную доску, и остальные все элементы у нас изготовлены из натурального дерева. Материал был выбран у нас сосна, так как он не очень дорогой. Также все балясины у нас были сделаны из металла, и столбы, скажем так, те балясины у нас были внутри полые, клееные. Вот, было принято решение, это для того, чтобы материал у нас в дальнейшем не покрутило никак, не поддавался он деформации, сделали мы наши вот эти вот столбы. Вот, у нас они клеены. Вот, клеены из натурального сухого дерева, а вот уже вот эти вот перекрестия и сам поручень мы изготовили из цельного материала, естественно, сухого. Итак, наши перекрестия изготовлены из натурального дерева, и с торцов мы тоже из натуральной сосны сделали обрамление, чтобы, скажем так, оккультурить наши все примыкания. Естественно, натуральное дерево требует температурных у нас зазоров. И еще одним из важных пунктов было это вечернее освещение. Здесь у нас заложены провода под нашим мостиком, разведены в две точки, и установлено на наш мостик два фонаря, которые ночью будут освещать все вокруг. Итак, для наших перекрестий мы использовали сосну с сечением 100 на 100, а поручень у нас изготовлен из сосны толщиной 4 см. Я надеюсь, видео было для вас интересным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет для вас еще очень много интересной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!